Я скажу, что пока, конечно же, как это не звучит банально, но такого четкого понимания, что произошло, нет. И это, конечно же, свойство именно Александра Анатольевича, который покрывает всех, и театр этот, и всех участников, покрывает таким теплым энергетическим куполом. Поэтому, есть он или нет, люди всегда чувствуют его. В последнее время он, так скажем, приходил, нет, обязательно приходил в театр, участвовал в делах и готовился играть 3 апреля спектакль. Но, и в это же время и лечился, и было, ну так скажем, реже обычно. Мы даже воспользовались этим моментом, на что он приступит к началу апреля, отремонтировали его кабинет в тех цветах, которые он любит. В общем, это какая-то перемена в театре, все это как-то получает какие-то цвета, перекрасьте мой кабинет. Ну вот мы все. Но, вне зависимости от того, он в театре или нет, вот как я говорил, мы окутаны его любовью, поэтому говорить о том, что мы точно понимаем, что происходит, скорее, наверное, это не так. Это тот самый случай. Это, конечно, настоящая беда, просто беда, начиная от личности этой, сколько он вложил в этот театр, этот театр – это его душа, это большая часть его жизни. И она останется здесь, эта душа, никуда она не уйдет, она будет здесь. Очень жаль, конечно, что мы готовились к празднику столетия, к его девяностолетию, готовились и разрабатывали разные действия. Честно, не знаю, как сейчас с этим надо поступить, но так или иначе, театр будет жить дальше и с ним однозначно. Так же, как театр, который живет Сверя Кузьминщина, так же, как с Анатолием Дмитриевичем, с Мироновым. Они не уходят, они остаются здесь, я уверен, что это не просто слова, это реально то, что происходит в театре с сатирой. Этим он уникален. И в связи с этим, я хотел бы сказать очень важную вещь, что я вот думал, надо ли играть спектакли в эти дни. Я понял, что надо. Надо, потому что это его жизнь. И мы будем играть. Будем обязательно. Он играл в одном спектакле, где мы. К сожалению, спектакля больше не будет. Даже не потому, что трудно представить кого-то вместо него, а он так распорядился. Мы делаем портретное фойе, новое. И сфотографировали. Его пригласили. У нас здесь очень смешная фотография. Он со своей клюшкой. Я тоже у меня прелом. А я со своей клюшкой. Вот мы так шутили. Буквально недели три назад. Но телефонные разговоры всегда были. Они не считались какими-то... Можно было и ночью звонить, или рано утром. Он всегда с удовольствием общался. Очень трудно говорить. И страшно. Я просто ужасно благодарна жизни и судьбе, что через мою жизнь прошел этот человек, Александр Анатольевич Ширбин. Для меня это абсолютно родной человек. Это человек наш, нашей семьи. Вот он наш. И я так думаю, что он не только наш, но и всех. И вот и этого человека, и этого человека. У каждого свой. У каждого свой. Но нам он просто родной. И на... Видите, он до сих пор... То есть вот он был Шура, Шуренька. Он так и остался Шура до конца своей жизни. Я не буду говорить, какой он замечательный артист, какой он режиссер и как его друг. Я просто вспомню небольшой эпизод из нашей жизни. Мы жили в общежитии. Только-только пришли в театр. Нищета была, конечно. И вот однажды приходит Александр Анатольевич. Осень. У него вот такая вот коробка. Яблоко. И котенок. Котенок говорит, вот вам лушка. Берегите ее. И эта лушка с нами жила, натаскала нам блох. Мы жили на первом этаже, мы хотели гулять. Вот, понимаете, однажды на гастролях в Одессе зимой у меня там случился неожиданно день рождения. А жили мы совершенно в разных местах, в разных гостиницах. И они меня вытащили к себе, чтобы подарить, подарить такую вот смешную меховую мусточку и какой-то замечательный палантин с такими кисточками, которые я ни разу, кстати, не надела, но вот хотела принести эту мусточку, потому что она прекрасна. Он, когда он появлялся, было тепло, было весело, радостно и было, ну вот не скучно жить. И так жаль, что все кончается. Я вот думаю, что такое ширин, вот какие качества. это, почему мужчина, это ирония, самая ирония и мудрость. Мне кажется, он был очень, я вчера посмотрел много его интервью и думаю, какой же он был мудрый человек. И там были кусочки из ролей, вот всегда говорят, что он не наигравшийся актер, что, ну в театре у него было много таких замечательных ролей. И вот я думаю, когда актер говорит уже не от роли, а от себя. Вот вчера какой-то из арнифля монолог был, прямо я чувствую, что это не игра, а вот это его мысли, которые он пропускает через себя. Да, именно не от образа, он, каждое слово и каждая мысль, она абсолютно точна. Он был удивительно щедрым человеком. Он действительно, ребята, дадут соврать, он после каждой премьеры, он дарил нам что-то. Мне даже он всегда все это помнил, он приходил, поздравлял, говорил какие-то замечания, но очень по-доброму. Ну, поскольку я 47 лет в театре, я уже 48, то это просто связано, как будто вот у меня сегодня, как у всех не хочу там на себя тянуть, но полное обустошение, просто как будто из меня вытащили все, потому что мы были в разных ситуациях, мы были в разных, дружили и домами, и там близко общались. Ему можно было всегда прибежать и выплакаться, или выкрикнуть что-то, и он всегда мудро так слушал это все, и потом обязательно помогал, потому что вот имя Ширвин, это было такое, вот есть лицо театра, это Ширвин, потому что к нему обращаешься, говорит, что-то надо устроить, что-то куда-то в больницу, куда-то, что-то такое, и все приходили к нему. И он звонил, говорит, сейчас я позвоню. Он брал трубку, здравствуйте, это некто Ширвин, и все открывалось, все. Все обязательно на эти просьбы, кладывал куда-то в больницу, кому-то ноги сделать, кому-то руки, кому-то голову. Поэтому он очень смешно, он меня брал все время на хоккей, на футбол, на баскетбол, ну и, конечно, когда появлялся Ширвин, тут все вокруг останавливалось, но он им очень интересно болел. Он вообще торпедовец был, и истинный торпедовец, но чтобы не было с клубом, он оставался верен торпеды. И он, он так сидел спокойно, а там уже что-то наши проигрывают, тревожно. Какие-то такие вещи, и только вот там, по ходу, там забьют гол, вот где-то не было, где-то гол, вот целый так. Какой, забили. Вот поэтому очень много, сейчас такой калейдоскоп воспоминаний. Ну, смешно, это нельзя, нельзя говорить. Я скажу, я не курил, и в 57 лет я там снимал фильмы, вся вся общая группа с сигаретами, я говорю, дайте сигарету кто-нибудь. Мне дали, и я, значит, прихожу в театр, и я с сигаретой. И он так, ты что, куришь, что ли? И я так выбираю, как школьник, который говорит, что ты это куришь? Кури сигары. И начал дарить мне сигары. Я втянулся один раз и понял, что это не мое совершенно. Начал какие-то ножинки какие-то, коробочки дарить. Это, конечно, как мы надеялись все, что отметим его и юбилея, и столетия Диана. Очень будет плохо без него, царствие ему, бестное. И, конечно, соболезнования его большой семье, которую он очень любил, которые со всего мира мне вчера звонили из Парижа, присылали все соболезнования, его любили и все. Ну, там вот, Шинвинд – это был знак театра сатировки. Он и останется с нами всегда в наших воспоминах. Сейчас мы все вспоминали, сейчас что-то какие-то. Сейчас книжки он нам всем подписывал для всех. Вот нужно было там для врача, нужно было там для, не знаю, для кого-то еще, всем подписывал книги. И теперь уже это просто все подарки, все это реликвия. Уже становится реликвией, которую мы будем вспоминать. Это, которая будет поддержкой, помощью. Слава Богу, что он будет в нашей жизни. Я ученик Александра Анатольевича Ширинда. Он преподавал в Щигинском училище, он был великолепным педагогом. И хотел бы, конечно, про него сказать как про педагога, потому что Щигинская семья сегодня тоже осиротела. Это его была большая семья. Он туда ходил, он там преподавал, он ставил спектакли, отрывки. Он там хулиганил, он настоящий хулиганил. Для меня-то педагоги делятся на две, так сказать, категории. Есть учителя, которые учат, преподают, а есть педагог, который воспитывает. Вот Александр Анатольевич он воспитывал. Он воспитывал у нас культуру, вкус, юмор, мудрость. Он давал нам очень хорошее воспитание. И, конечно, для нас, для Щигинцев это большая трагедия, потому что тот юмор, который он давал, то, как он преподавал, к сожалению, теперь студент не впитает, он может только об этом рассказывать. Это очень жалко. С Александром Анатольевичем имел честь играть на одной площадке, он еще и великолепный партнер, добрый, поддерживающий. И даже если ты выходишь, вообще не зная текст, он все делает, чтобы ты сыграл. Не он сыграл, а ты сыграл. Он к нам, вот ко всем здесь, очень много щупит, для студентов, вот к нам. Ну, относился, правда, как к детям. Что бы у тебя ни происходило, он всегда поможет. Только можно сказать спасибо большое, учитель. Связываю тебе, пожалуйста. С 49 лет я работаю в театре, на следующий год будет 50. И 49 лет с Александром Анатольевичем на одной сцене. Я что хочу сказать, когда любишь человека, и когда с ним понимаешь, все понимаешь, возраст, все понимаешь, но когда случается что-то, это горе. Горе большое, для меня очень большое, потому что он очень любил меня, моего мужа, мою семью. Он приезжал ко мне в роддом, и когда он написал записку и подписал Малчалин, а я еще совершенно, говорю, у меня нет такого знакомого. Он такой, боже, это же Шура. Вы представляете вообще уровень? Вот ему было до этой девочки, которая где-то там родила, а ему было. Когда я пришла в 75-м году, и мне дали роль Лизы в «Горе от ума», где я дебютировала, он и Татьяна Васильева меня оберегали, и я чувствовала от них тепло. Остальные тоже все хорошо относились, но я их всех так боялась, что у меня просто крышу сносила. Потому что когда Миронов начинает в темпераменте что-то говорить, я думаю, неудобно мне реплику говорить, что же я артиста буду перебивать. И он мне за это выдавал. А Шура меня все время выладел по голове, и я говорю, перестань явить. Ну что ты! Вы понимаете, вот человек, вот я понимаю, его все любили. И вот в этой любви, я думаю, он ее чувствовал и купался. А как по-другому? Его не любить нельзя было. Потому что столько тепла от него, человеческого шло, что сейчас, пожалуй, такое редко встретишь от кого. Понимаете? И что сказать? Вот он ушел не верится. Все время как-то думаешь, а мы... Все-таки там он есть, он будет меня охранять, как-то что-то посылать, чего-то. Он верил, вот его вера в актера, она дает крылья. Вы понимаете? Вот я думаю, что с ним уходит эпоха интеллигентов. А что придет взамен, это вопрос. Вот его семья, Наталья Николаевна, которую я беспредельно обожаю, я Шуру люблю, а ее обожаю. И он обижался. Говорит, Наташа, ты представляешь, что она говорит? Меня любит, тебя обожает. Вот представляете, ну что это? Ну как это? Невероятно. Случилось что-то невероятное. Конечно, мы думали, что столетие мы с ним встретим. Что могу сказать низким поклонам? Люблю безмерно. Александр Анатольевич был очень сильный человек. Он был огромный стержень, был сопротивлением против всего, против болезней, против каких-то проблем. Поэтому ощущение, что он был, был бы с нами и жил вечно. Просто вечно. Не то, что 90 лет. Мне кажется, такие люди вообще не уходят. Поэтому странно очень, что это случилось. Он действительно необъятный души человека. Значит, человек планеты просто. Потому что есть большие люди с прекрасной, огромной, мощной душой. Александр Анатольевич целая необъятная какая-то планета, которая наполнила была в силу. Правда. Вот Зинаида Григорьевна правильно говорит. Но все его любили. Невозможно. Вот есть люди, которых невозможно не любить. Ты видишь и понимаешь, что от него идет такое тепло, такое добро. Притом он мог тебя ругать. Там что-то у тебя не получается на сцене там или что-то не так как-то произошло. Ругал. Смотришь на него и понимаешь, что глаза лучатся добром и какой-то любовью к тебе. И это не ругательство. Притом он всегда говорил, того больше ругаю, на того больше кричу. И как-то так было приятно. Колоссального ума человек. Колоссального юмора, неповторимого. Есть такие редкостные, исключительные люди. Есть люди незаменимые. Высота. Невозможно глаз отвесить, как говорилось раньше. Талант. Невероятное ощущение себя в этом пространстве, в жизни, во взаимоотношениях, с друзьями. Какая была дружба с Мишей Зержавиной, с Андрюшей Мироновой. Незабываемая для меня картина это последний спектакль «Фигаро». И когда Андрей Александрович просто начал опускаться в последние его, уже последние сцены, а Шура стоял в стороне, и вдруг он подбегает, и вот на моих глазах, на глазах еще актрис, актеров, он поднимает Андрея, поднимает и уносит его за кулисы. Это тоже потрясающее завершение их невероятной дружбы. Очень интересный, такой талантливый, такой яркий, такой смешной, такой умный, такой страстный в своих проявлениях. Вы знаете, что я хочу сказать? Просто несравненный. Александр Анатольевич, можно было слушать бесконечно, и просто бесконечно читать его книги, слушать все его истории, рассказы. И когда смотришь какое-то интервью, или в очередной раз во время репетиции на какую-то встречу он рассказывал, что с ним происходило в жизни, казалось, что жизнь может вместить то количество людей, то количество историй, то количество событий, которые происходили с ним. Оказывается, возможно, что она какая-то необъятная у него, большая, глубокая, разнообразная получилась жизнь. Вот у нас был спектакль «Пиракей». И вот во время выпуска в определенный момент я стояла на балконе, внизу сидели горожане, и сцена, выдают эту девочку Софью, выдают замуж, Александр Тойч, очень кропотливо всегда мог одну, единственную реплику репетировать во всю репетицию. То есть, ну, не получается, не получается, он очень переживал, родил, и пытался добиться, чтобы действительно получилось так, как он хочет, так, как он видит, так, как это нужно. Безусловно, артисты уже вставали, что в какой-то момент его отвлек то ли художник, то ли вот кто-то отвлек его в зале, и артисты что-то, что прервемся, прервемся, это услышал помощник режиссера, и что, прервемся? Ну, да, сказали, прервемся, Вера Юрьевна объявила перерыв, Александр Тойч поворачивается, говорит, Вера, где все? Он был очень еще и доверчивый, говорит, Александр Тойч, вы же сказали, прервемся, Вера, я даже такого слова не знаю. И почему все это, что он не прервался никогда. Более того, он во время репетиции, наоборот, заражался, возбуждался, и когда уже все немножко начинали уставать, у него только открывалось второе и третье дыхание. Необъятный, цельный, мудрый, он никогда не любил правильно, он любил, чтобы было от души, чтобы было, чтобы было широко, как он нам все время говорил, легко, постолично, интеллигентно. И вообще, он во всем, во всей своей природе был настоящий интеллигент, настоящий показатель мудрости, этой легкости, этой столичности, этой цельности. Это человек, который стал настолько близким, и я, кто-то говорит, он был учителем, кто-то говорит, он был режиссером, актером. Я могу с большой гордостью сказать о том, что этот человек, он друг. для меня, и не только для меня, но и для всех людей, с которыми он находился, и которые были рядом с ним. Потому что такой большой души, благородства, щедрости, которая была, и абсолютного неравнодушия к людям, к любому человеку, который бы к нему обратился за помощью или советом. Таких больше не производят. И, если честно, я тоже таких людей встречала в своей жизни лишь и единожды, и это было Александр Анатольевич. Я с ним много работала, хотя у меня не такой основной список, как у людей, которые говорили до этого. Но практически все эти 7-8 лет, которые я нахожусь в театре, я пробыла с Александром Анатольевичем, я играла с ним спектакль, и он был режиссером спектаклей, в которых я играла. тот опыт, который он дарит людям, он проникает в тебя, даже если он не говорит слов. Потому что если бы можно было, нужно было бы олицетворить мудрость, то это вот Александр Анатольевич Шервинг, мудрость в каждом слове, в каждом жесте, в его походке, в его взгляде, в его молчании. Это мета вселенная, которая одна, единственная такая и неповторимая, и самая любимая всеми, я думаю, что всей страной и всеми людьми. Нету такого человека, который бы его не любил, его невозможно не любить, как сказали до этого, просто невозможно, потому что на него невозможно обижаться, на него невозможно, просто это, я не знаю, это магия какая-то, огромное ему спасибо за то, что он был, и я не могу абсолютно поверить в этот уход, потому что действительно кажется, что такие люди не уходят, и скорее всего они не уходят, они не всегда остаются у нас, они остаются в тех книгах, которые он написал, которые все ими перечитаны, они остаются в памяти, в записях, в спектаклях. Эта история, это история не только театра, я считаю, что это история нашей страны, они сейчас там втроем, эпоха, которым довелось видеть нам, и большая благодарность за то, что такие люди были.